Вы когда-нибудь задумывались, почему так приятно зарабатывать деньги на ставках? И ведь действительно, когда мы закидываем губмейкеру деньги, а уже через пару часов выводим в два раза больше, это вызывает у нас чувство эйфории, и мы тут же забываем обо всех неудачах предыдущих попыток. Всем привет, и в этом видео мы поговорим про ставки. Вообще, ставка – это выбор между да, либо нет, подкрепленный частью своего капитала. Чаще всего при ставках используют деньги, но бывают и исключения. Для чего игроки делают ставки? В первую очередь, это попытка получить халявные деньги или подогреть интерес к просмотру события. И вот, что вы должны про это знать. Ставки никак нельзя даже отдаленно назвать инвестициями. Бесспорно, это лучше, чем потратить те же деньги на выпивку и сигареты, или попросту выкинуть их. Тут у вас хотя бы есть шанс выигрыша. Также ставки вызывают огромную зависимость, вызванную той самой эйфорией от побед, перекрывающих все остальное. Хочу, чтобы вы понимали формулу расчета вашего выигрыша. Ваш выигрыш равен проигрышу оппонента, поставившего на противоположный результат минус процент букмейкера, который он возьмет себе за возможность дать вам поставить на его платформе, минус подоходный налог и различные комиссии платформы в момент вывода. И так понятно, что при любом раскладе букмейкер всегда в плюсе, а вы на коротком промежутке времени при прочих равных потеряете весь свой депозит. То есть получается на ставках никто не зарабатывает? На самом деле нет. Есть очень сильные игроки, которые действительно хорошо разбираются в событиях отрасли, и коэффициентных лазейках на сайте намного лучше, чем остальные. И именно они забирают часть денег у других игроков. Часть, потому что все остальное забирает сайт. Расскажу свою историю. 5 лет назад я очень хорошо разбирался в событиях киберспорта, а именно Доты 2. Я разработал неплохую стратегию ставок, и как робот придерживался ее. Я уделял просмотрам матчей и аналитике 70% свободного времени, и имел слабый, но уверенный рост баланса. После чего стал уделять этому гораздо меньше времени, и дела пошли вниз. Я стал проигрывать в 50% случаях, и терять накопленный за год капитал. Тогда мною было принято решение завязать с этим. Так как я человек с хорошо развитым самоконтролем, я действительно с этим завязал, и дела пошли в гору. Теперь появилось больше времени, чтобы изучать действительно полезную литературу. Капитал стал расти совсем другими темпами, и даже несмотря на то, что я большой любитель футбола, и сейчас смотрю чемпионат мира, я понимаю, что ставить на что угодно сейчас это плохое решение. Надеюсь, это видео открыло твои глаза еще шире, и как минимум заставило задуматься. Вообще все мои видео про инвестиции, и я хочу, чтобы ты подписался на канал, и развивался дальше вместе со мной. Также напиши, кто на твой взгляд выиграет чемпионат мира 2022, Аргентина или Франция. Если честно, несмотря на фаворита в лице Франции, я считаю, что победу одержит Аргентина. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока.